В апелляционной коллегии областного суда родственники потерпевших и обвиняемого расположились по разные стороны зала. Апелляционное разбирательство, согласно нововведению в уголовно-процессуальный кодекс, проходило с участием сразу трех судей. Председательствующий по делу судья Зиадин Пернияс открыл разбирательство. Мы считаем, что такой приговор недостаточен, требуем максимально возможные наказания. 21 июля примерно в половине четвертого ночи в Козыгурском районе, на ставшей уже печально знаменитой трассе Шимкент-Ташкент, произошла очередная трагедия. 44-летний Улан Кожигильдиев, управляя грузовиком Шацман компании Артранс Азия, не исправивший с управлением, на огромной скорости врезался в автомобиль БМВ, в котором находились водитель и четверо пассажиров, в том числе годовалый ребенок. Чтобы вытащить тела пострадавших из покореженной машины, пришлось вызывать спасателей со специальным оборудованием. В результате на месте погибли четверо, и еще один скончался в реанимации. В суде родственники погибшего водителя не могли сдержать эмоций. За смерть людей, детей надо наказание нести по полной. Судьи, посовещавшись, решили, что разбирательство дела будет продолжено. На следующем заседании. Родственники пострадавших признают, что наказанием не вернуть прерванные жизни. Однако считают, для того, чтобы остановить безответственных водителей, следует назначать максимально суровое наказание.